Началось оперативное совещание с подведения итогов прошедшего заседания правительства Московской области. Говорилось о ремонте как региональных, так и муниципальных дорог. В городском округе Орехово-Зуево в этом году было отремонтировано 47 участков дорожного полотна протяженностью 28,6 километров. Из городского бюджета с значительной долей софинансирования области на подобные работы было выделено 130 миллионов рублей. План ремонта дорог на следующий год формируется уже сейчас. С учетом голосования жителей на портале Добродел. Улица Набережная уже набрала 107 голосов. Глава городского округа призывает жителей быть активнее. Определяют и адреса, где будут отремонтированы тротуары. Свои предложения Геннадий Панин просил присутствующих отправлять на личную почту с приложением карты для наглядного понимания. С начала пуска наладочных работ диспетчерами ЕДС ЖКХ принято 3094 обращения на отсутствие центрального отопления и 1219 заявок по непрогревам. Из них на 16 октября выполнено 1186 заявок. В работе управляющих компаний находится одна заявка по центральному отоплению и 31 по непрогревам. Все те участки, которые не назвали, на них располагается самое большое количество жилого фонда. Это 8, 19 и 15 участок. Что касается отработки заявок, заявки все выполняются вовремя и в срок. По просрочкам в системе ЕДС ЖКХ у нас просрочек нет. Заявки отрабатываются в течение суток. Что касается тех непрогревов, которые сегодня есть, которые находятся сегодня в работе, это те жалобы жителей, которые приходят на непрогревы в связи с утечками. То есть, соответственно, после того, как оперативно КСМУ устранят утечку, наши сотрудники в круглосуточном режиме будут участвовать либо две аварийные бригады, в ночное время эти утечки устраняют. На сегодняшний день из-за планированных подъездов компании НКС отремонтировано 345. Остальные на стадии завершения сроки до конца октября. Что касается компании МИДОС и БРИС, в этом году выполнить ремонт всех намеченных подъездов ее сотрудники не успеют. Было принято решение перенести работы на следующий год. Комиссии по благоустройству только за прошедшую неделю было удалено большое количество граффити с трансформаторной подстанции, стен нескольких жилых домов, информационного стенда и других объектов. По словам представителя полиции, нескольких хулиганов уже удалось найти. Это подростки от 9 до 11 лет. В первый отдел полиции были вызваны родители. Работы в данном направлении ведутся. Продолжается второй этап благоустройства Парка Победы. По словам Алибека Алибекова, было завезено около 3000 квадратов плитки. Работы по укладке уже начались. Завершить начатое рабочие планируют до конца октября. Сотрудниками Госадомтехнадзора было возбуждено 16 административных дел в отношении объектов торговли по содержанию контейнерных и детской игровой площадок.